Давайте отправимся в RL с произвольной N. Естественным аналогом нашего любимого октаэдра и квадратика будет, конечно, вот такое множество точек. Модуль X1 плюс и так далее, плюс модуль Xn не превосходит единицы. Но это понятно, просто взяли, просуммировали модуль и не превосходит единицы. Значит, это имеет свое название. Иногда это называют N-мерный октаэдр, хотя это не очень корректно, конечно. Никаким у него не восемь границ. Я думаю, вы понимаете, да, что октаэдр, этимология этого слова такова, что окта это восемь, а эдра это границ. То есть октаэдр это восьмигранник. Конечно, у этого множества окют не восемь границ, но иногда говорят N-мерный октаэдр. А иногда употребляют термин ортайдр. Ортайдр. Орт это вот тот самый наш любимый единичный вектор с координатами все нолики, кроме одной единички. Вот такой вектор называется орт. И октаэдр он на самом деле на эти векторы в некотором смысле натянут, поэтому он называется ортайдр. И есть еще одно самое красивое выражение, самое красивое слово кроссплитоп. Кроссплитоп. Вот это, по-моему, самое красивое из всего, что пока было перечислено. Вот такое множество еще называется кроссплитоп. Медный октаэдр, он же ортайдр и кроссплитоп. Такой вот единстверклиц. Все, хамена. Вот. И вот раз смотрят только те центрировки, которые допустимы относительно единичного акта. Ну, вы помните, да, что дефект, в принципе, если не давать вот этого ограничения, если не делать это ограничение, дефект может принимать любые значения от нуля до этого. Вы помните? Любые от нуля до этого. Вот вопрос. А какое теперь максимальное значение дефекта? Вот это ограничение, необходимость того, чтобы центрировка была допустима относительно единичного актаэдра. Оно что не дает или нет? Вот удивительность всего этого состоит в том, что никто не знает точный ответ на этот вопрос. Это уже открытая проблема, которой вообще можно заниматься в будущем. Но одну теорему я сейчас попробую вам доказать. Так, прежде чем я сформулирую эту теорему, я сейчас выберу, как ее формулировать, я попрошу поднять руки тех, кто знает, что такое двоичный логарифм числа n. Хлоп, нет, никто не знает почти что. Поэтому я, наверное, не буду употреблять слово двоичный логарифм, а сформулирую это без него. Ну, а для тех, кто знает, поясню, что двоичный логарифм там подел. Я утверждаю, что существуют центрировки решетки Zn, которые допустимы относительно единичного октаведра, допустимы относительно единичного октаведра, и у которых дефект, и у которых дефект неменький, чем n минус m, где m таково, что 2 в степени m минус m минус 1 больше либо равняется, нет, меньше либо равняется n минус m. Так, существуют центрировки решетки, которые допустимы относительно октаведра, и у которых эффект достаточно большой, он не меньше, чем n минус m, где m это такое число, что выполнено вот это неравенство. Минус m и минус m зачем? А-а-а, хер! Потому что так доказательства устроены. Действительно, не надо. Вообще все замечательно. Но это за тем, что я глупый. Написал, потому что я помню, в голове сидит доказательство. Я так и написал, лишь минус. Тому, что 2 в степени m минус 1 не превосходит, да, действительно. Все же совсем просто. Но вот это и есть двоичный логарифм. Такое число, что 2 в этой степени примерно равняется n. Это очень маленькое число. Но, представьте, n, например, 1000. Какое надо взять m, чтобы 2 в степени m было меньше, чем 1001? 9. Ну, в общем, 9 достаточно взять. Нет, ну, m это целое число. Давайте считать, что m это целое число. Ну, 9 можно взять. То есть, в сравнении с 1000, это девятка ничтожная. Если вы n возьмете миллион, то m будет примерно 20. Если вы n возьмете миллиард, то вот это m будет примерно 30. То есть, m очень медленно растет в сравнении с n. Вы можете дотянуть ваш дефект до очень близкой к ангеличине. До очень близкой к ангеличине. Но все-таки не даян вообще говоря. Но вот проблема состоит в том, а можно ли верхнюю оценку так лучше получить? Вот этого никто не знает. Никто не знает, верно ли, что лучше, чем этой оценки, не существует. Что у любой центрировки, которая допустима относительно единичного октаэдра, дефект, например, не превосходит также такой величины. Вот этого никто не знает. Существуют центрировки с большим дефектом. С очень большим. 2 в степени m примерно равняется n. Давайте добавим к zn не один вектор, а множество, но очень своеобразно. Добавим к z в степени n. 2 в степени n минус n минус 1 следующих векторов. Все-таки вот здесь минус n. Вот здесь-то я глупость, конечно, написал. Было совершенно правильно. Было совершенно правильно. Замечательно. Но здесь все-таки 2 в n минус n минус 1. Следующих векторов. Сейчас я опишу процесс добавления. Какие именно векторы я добавляю. Значит, смотрите. Вот у меня есть координаты. 1, 2, 3 и так далее n. Всего n координат, по каждой из которых, вот в этих добавляемых векторах, что-то может стоять. Давайте множество этих координат разобьем на две части. Одно будет состоять из первых m координат, а другое будет состоять из последних n минус n координат. Вот здесь n, а здесь у нас как раз n минус n, как я вот тут и писал. Сейчас я опишу, какие векторы добавляются. Сейчас-сейчас все будет. Повторю столько раз, сколько нужно, чтобы было понятно. Итак, мы разбили множество координат каждого из векторов на два куска. Один кусок состоит из m элементов, а другой из n минус n. Ну, всего-то координат n штук. Так, товарищи, ну, пока понятно, что происходит, да? Или как-то лучше. Просто разбили множество координат, формально на той части. Сейчас мы будем в этих частях расставлять, внимание, нолики и половинки 1, 2. Координаты нолики и половинки. Только нолики и половинки, нолики и половинки. Только n. Вот, смотрите, сколько существует, давайте, сколько существует векторов с координатами 0 и 1, 2 на вот этих вот первых m позициях. На первых m позициях. Сколько вообще всего существует различных векторов с координатами 0 и 1, 2 вот на этих m позициях? Вопрос к вам. 2 в m. 2 в m, ты, правда? Ну, на каждую позицию вы можете поставить нолик, можете поставить половинку. Всего два варианта. Перемножаем, получаем 2 в m. Они же независимо расставляются. По правилам умножения в комбинаторике 2 в m получается всего способов расставить эти нолики и половинки. Правильно, значит, ответ 2 в степени m. Конечно, это все множество векторов с координатами 0 и 1, 2 здесь, оно такой мощности. А давайте вот из этих векторов, которые мы сейчас посчитаем, вот из этих 2 в степени m векторов, которые мы сейчас посчитаем, выкинем те, у которых вообще нету половинок, то есть выкинем тот вектор, у которого здесь сплошные нули. Он один. Не будем считать тот, у которого все нули. Я думаю, вы догадываетесь, какой еще. И еще те, у которых ровно одна половинка. Вот давайте выкинем вот из этого множества, выкинем вектор со всеми нулями. Со всеми нулями. И все векторы, у которых только одна половинка, а остальные у которых только одна координата, равна половина вторая. Сколько таких векторов останется? Ну вот столько, да. Почему я написал это по глупости, да? Я просто помнил, что их будет 2 в степени m, минус m, минус 1. m это вот таких, и 1 это вот такой, который совсем нуля. Итак, вот на первых m координатах позициях будем рассматривать только векторы вот такого вида, их столько. Давайте возьмем произволен из этих векторов. Ну, скажем, давайте где-нибудь я это вот здесь вот немного стереть. Вот непонятно. Давайте возьмем произволен из этих векторов, например, вот так вот. Вторая, одна, вторая. И все нуля. Вот эта вот часть вот такая, да? Вот эта часть. Взяли какой-нибудь один такой. А справа, вот в этот блок, добавим к нему на первую позицию, то есть на m плюс первую позицию добавим плавилку, а дальше все нули. Вот такой вот. Давайте возьмем какой-нибудь другой из вот этих вот векторов. Любой. Ну, например, вот так. 0, 1, 2, 1, 2, дальше нули. А тут так напишем 0, 1, 2, 0, дальше нули. То есть взяли другой вектор из вот этого числа, а справа пририсовали к нему вот эту половинку со сдвигом на единичку вправо по отношению к первому вектору. Ну и так далее. Здесь берем какой-нибудь очередной вектор, не знаю, например, вот такой. 0, 1, 2, 1, 2, дальше все нули. А здесь берем 0, 0, 1, 2 и сложные. Ну и так далее. Поскольку у нас выполнено вот это неравенство, а оно с самого начала, видите, без перечеркивания было записано, нам хватит справа места, чтобы вот так вот по диагонали расставлять половинки и при этом задействовать все возможные векторы, которые встречаются слева. Их вот столько. То есть мы каждому из вот этих стольких векторов сопоставляем половинку на своей уникальной позиции, каждый раз сдвигая ее вправо. Ну что, друзья, не очень понятно. Вот видите, здесь столько векторов. 2 в степени m, минус m, минус 1. Вот мы их в каком-то порядке друг подружкой записываем. У первого рисуем здесь половинку дальше нолики, у второго 0, половинка дальше нолики, у третьего 0, 0, половинка дальше нолики. И так перечисляем все-все-все вот эти векторы. Поскольку их не больше, чем n-m, нам хватит места, чтобы так по диагонали половинки расставлять. Ну не знаю. Хватит места? Хватит. Так, вот я сказал, добавим в zn вот столько векторов. Вот я описал, как их добавлять. Вот этих добавленных векторов действительно 2 в степени m, минус m, минус 1. То есть очень-очень много. Почти что n-m. Почти что n-m, где m крошечный логарифм присловано. Вот, добавили столько векторов. Так, друзья, совершенно понятно, вот что совершенно понятно сразу. А, может, кто-нибудь скажет, что совершенно понятно? Если что, совершенно понятно. Какой дефект? Ну, смотрите, можно вот такой вот вектор, один отдельно взятый, получить из какого-нибудь вектора вот этого стандартного базиса. 1, дальше все нолики, 0,1, дальше все нолики, конечно нельзя, да, 0, дальше все нолики, 0,1. Никак, комбинируя с целыми коэффициентами, комбинируя вот эти векторы, такую дрянь с половинкой вы не получите, же очевидно. И такую дрянь вы тоже не получите с половинки, правда? И вообще никакую дрянь не получите. Вы не можете ни одного из этих векторов получить, используя векторы целочисленной решетки с какими-то целыми коэффициентами. Не можете же, правда? Не, но за счет того, что здесь эти половинки идут по диагонали, вы не можете их получить друг из друга. Никакие комбинации с целыми коэффициентами вот этих векторов не смогут вам дать никакой другой из этих векторов. Вы не сможете вот такими половинками организовать вот эту половину. Она стоит на такой позиции, здесь есть сплошные нури. Поэтому на что бы вы эти векторы не донажали, он все равно даст ноль, а не половинку, как нам бы хотелось. То есть ни из какой меньшей подсистемы этих векторов нельзя получить всю эту систему. Даже если использовать все целочисленные точки. Даже если использовать все целочисленные точки, потому что их добавление к этим все равно в эти же их и превращают с точностью до знака. Понимаете? Нельзя. Никак. Вы вот эти возьмете, а эти вы тратите. А целочисленные точки все равно ничего не даст, она даже пополам делиться не может. А, друзья, понятно? Так вот, таким образом совершенно понятно, что дефект больше не поравняется n минус. Вот это числа 2 в степени m минус m минус s. Вот совершенно понятно, что он больше не поравняется этого числа. Что нам нужно все вот эти векторы задействовать внутри базиса новой решетки. Каждый вектор ценен. Ну, а как их можно задействовать? Только удалить соответствующие векторы в долгом количестве из вот этого базиса. Вы вынуждены удалить отсюда как минимум столько векторов, чтобы на место удаленных поставить этих товарищей. Может, там и больше надо удалить? Это отдельный вопрос. Ну, уж, по крайней мере, не меньше, чем столько. Слушайте, да? То есть дефект действительно большой. Но почему эта центрировка допустима относительно октаэдра? Нам же еще это нужно. Дефект-то ладно, что большой. Чего стараться? Там нужно вообще один вектор добавить. Помните, одна вторая, одна третья, одна пятая, одна седьмая, одна одиннадцатая и так далее. Там дефект вообще n будет. А тут n минус m. n минус m, да? Э-э-э-э. Нам еще нужна допустимость относительно вот этого октаэдра. То есть нам нужно доказать, что ни одна точка вот такой вот решетки не попадет внутрь вот этого множества, и на его границу тоже. Понимаете? Ну, это гениально. Смотрите. Одна точка отдельно взятая может попасть в октаэдр. Ой. Я-то раскочегарился. Смотрите, одна вторая, одна вторая, одна вторая. В сумме больше единицы? А? Нет, конечно. Друзья, ну три, три половинки. Если вы складываете три половинки, вы никак не попадете в октаэдр. Верно? Так. Значит, одна точка не залезет. Если ее комбинировать с целыми точками, то тоже не залезет, потому что там все равно будут только половинки. Как не комбинировать? Вычитая единичку, не вычитая единичку, все равно половинки будут. По годам на них выскочат. Да? Так, теперь смотрите. А пусть мы взяли две таких точки. А почему? Смотрите, слева, вот в этой части, которая мощности М, они разные. Значит, как бы мы их не комбинировали, слева хотя бы одна половинка выживет. Слева они разные, по построению. Значит, вычитали бы мы их из друга, складывали бы мы их друг с дружкой, да? Все равно одна половинка выживет, как минимум. Может и больше. Ну, смотрите, вот, например, вот такая ситуация, вот такая ситуация. При вычитании отсюда вот этого выживает только одна половинка. Но одна половинка точно выживает, потому что они разные. А справа у нас половинки стоят на разных позициях. Поэтому складываем ли мы их, вычитаем ли мы их, у нас есть еще две половинки, как минимум. Здесь хотя бы одна, и здесь хотя бы две. А тут мы скидем, три вторых. Правда? А теперь смотрите, а если три? Ну, если три и больше, тогда справа уже три. Если три, то здесь все может занулиться. Понимаете, как, скажем, вот здесь было... Ну, понятно. Вот здесь все может занулиться, но здесь уже три половинки. Все опять выскочили. Все допустимо, и теорема доказана. А? Ну, то есть, если один добавляем, он выскочили. Потому что мы специально выкинули вот это М и один. У нас обязательно хотя бы две половинки здесь, и ровно одна справа. Если два добавляем, то хотя бы одна половинка слева и две справа. А если три и больше добавляем, то привать, что слева может вообще ничего не остаться. Справа есть хотя бы три половинки, и они в сумме дают больше. Ясно? По-моему, очень красивое рассуждение. Это не я придумал, это придумал в свое время профессор Мехмата, сотрудник стеклофов, такой замечательный Сергей Владимирович Конякин. Я все-таки хочу, наверное, на этой очень пафосной ноте прерваться, а в следующий раз я расскажу, как это связано с системами представителей. Вот просто вот будет вообще фантастика. То есть, это некая комбинаторика так называемых систем представителей. Она чудесным образом связана с вот этими дефектами. Это я расскажу. Вот там вот примеры привести разные, чтобы вас убедить в том, что так получится, а потом уже доказывают что-то. А на сегодня я предлагаю на этом закруглиться.